добрый вечер мои дорогие друзья а также гости моего канала я рада вас всех приветствовать на своем канале вот мы с вами наконец-то подошли к последней неделе непростого месяца ноября я очень надеюсь что вы все пережили лунное затмение которое произошло 19 ноября в знаке телец пережили его без потерь без каких-то происшествий конфликтов но все-таки я знаю что это затмение для многих было непростым поскольку я получила на прошлой неделе много писем я знаю что многие из вас к сожалению столкнулись на прошлой неделе с известиями о смерти к сожалению это такой период когда из жизни забирают много людей и происходит конечно это не просто так и жизни уходят только те люди которые уже отработали свою программу поэтому пожалуйста по-прежнему будьте внимательны по-прежнему берегите своих близких берегите свое здоровье и никуда не спешите на прошлой неделе воскресенье я пообещала вам что сделаю для вас отдельное видео о затмении но сразу же начиная с понедельника я тяжело заболела и к сожалению болею до сих пор как видите нельзя давать важных обещаний в коридоре затмений и я очень переживала за вас что вы остались без этого видео и что я не рассказала вам все сразу в прошлом прогнозе на неделю просто было очень много событий и не хотелось затягивать видео для вас на два часа я очень надеюсь что сегодня мне и моему голосу хватит сил чтобы озвучить для вас прогноз на предстоящую неделю и так период по-прежнему важный мы с вами по-прежнему проживаем в коридоре затмений которые происходят на оси телец скорпион поэтому по-прежнему не нужно сейчас принимать важные или какие-то судьбоносные решения и шаги не меняйте работу в это время не конфликтуйте уходите от конфликтов не разводитесь сейчас не берите кредиты не берите деньги в долг и сами тоже не давайте денег в долг не выходите сейчас замуж и не рискуйте не своими деньгами не своим здоровьем неделя будет полегче чем недели до этого но все-таки она будет довольно эмоциональной поскольку неделя начинается с того что луна будет находиться в знаке рак и вот особенно дни 23 и 24 ноября это будут такие нестабильные эмоциональные дни поэтому на эти дни ни в коем случае не назначайте не делайте никаких дел с банковскими операциями не проводите никаких банковских операций не переводите ваши деньги куда-нибудь не делайте покупок онлайн в эти дни не берите кредиты лучше не пересылайте ваши деньги в интернете по-прежнему и на этой неделе будут происходить события которые будут показывать нам с вами скрытые проблемы которые нужно проработать и закрыть ни в коем случае не цепляйтесь сейчас за старое все что уходит из вашей жизни сейчас она уже себя отжила и вселенная никогда не забирают у нас то что нам с вами нужно для нашего развития очень важно помнить все что чем вы сейчас будете заниматься будет таким своеобразным трамплином трамплином для вас на следующий или 9 или даже 18 половиной лет поэтому будьте очень внимательны отнеситесь ко всему что происходит со всей ответственностью и также обращайте внимание на то что будет происходить вокруг вас и за вашей спиной сейчас лучше выбрать для себя самое главное самое важное и заняться вот решением именно этих проблем чтобы закончить их но все таки как я сказала эта неделя будет легче легче чем предыдущие недели и всю эту неделю луна будет убывающий поэтому всю неделю наводите порядок избавляйтесь от всего ненужного от всего что уже отжила свой век от всего что сломано в вашем доме и вашей жизни от всего что тянет вас назад начните со своего дома или с квартиры с того места где вы живете ну а затем с того места где вы работаете и конечно не забывайте избавляться от вредных привычек от болезней от комплексов очищайте свое тело очищайте пространство вокруг себя и все это нужно успеть нам с вами сделать до солнечного затмения которое состоится 4 декабря в знаке стрелец и еще пожалуйста оставьте на этой неделе в покое ваших близких ваших детей ваших родных ваших супругов не надо их сейчас поучать не надо давить на них конфликтовать с ними займитесь сейчас собой загляните внутрь себя и поработайте над собой поскольку это самое лучшее время для работы над собой это будет последнее затмение 4 декабря на оси близнец стрелец и сейчас подведется такой итог периода узлов по оси близнецы стрелец это итог за последние полтора года это будет завершающее солнечное затмение 4 декабря и это затмение оно будет в соединении с меркурием постарайтесь это время провести с пользой и уже до 4 декабря проанализируйте как вы развивались и чего вы достигли вот за последние полтора года это нужно сделать сейчас как я сказала до 4 декабря потому что уже начиная с 4 декабря вашу жизнь будут приходить новые темы и новые задачи которые примерно вам могло показать лунное затмение 19 ноября но по крайней мере темы которые будут происходить в ближайшие полтора года для вас поэтому подумайте что вам удалось изменить чему новому вы научились за этот период что нового вы увидели за это время возможно где-то побывали побывали в других странах как расширили свои горизонты свой опыт жизненный и стали ли вы легче на подъем за это время точка соединения 4 декабря будет в секстиле со строгим сатурном и сейчас будут подписываться какие-то очень важные того договора для вас которые готовились возможно довольно длительное время и вот здесь будет ставится какая-то финальная точка что-то будет подходить концу то возможно на чем вы работали или к чему вы стремились сейчас к 4 декабря принесет свой результат но это будет только заслуженный результат вы получите то что на самом деле заслужили заработали сатурн он очень строгий и он ставит перед нами много проверок много экзаменов но те кто за это время прошли эти проверки кто не сломался кто трудился на совесть обязательно получат награду но и также все это время очень хорошо доделывать какие-то свои дела какие-то свои планы дорабатывать свои проекты которые вы уже будете реализовывать или которые принесут вам плоды уже в новом году и конечно же составляйте планы для себя на следующий год сейчас очень хорошее время для того чтобы продолжить обучение вернуться к обучению и если у вас появится возможность пойти учиться или каким-то образом научиться чему-то новому повысить вашу квалификацию то конечно же обязательно постарайтесь воспользоваться этим найдите для этого время и особенно это касается тех у кого солнце и меркурий находится в вашем гороскопе с 6 по 11 градус знака стрелец водолей овен или весы откройте свои гороскопы и проверьте их ссылки на построение гороскопа как всегда есть под этим видео а также сильнее других это почувствует знак стрелец стрельцы рожденные с 28 ноября по 3 декабря затем водолей рожденные с 26 января по 1 февраля овны рожденные с 26 марта по 1 апреля и весы рожденные с 29 сентября по 5 октября и конечно в начале пока я не забыла я хочу поздравить с днем рождения именинников дорогие стрельцы с днем рождения вас будьте счастливы я желаю вам всех благ здоровья и удачи во всем 23 ноября солнце перейдет ваш знак наконец-то и начинается ваше время ваш новый астрологический год это время вашей удачи и конечно это хорошая новость не только для стрельцов но и для всех нас с вами стрелец это очень жизнерадостный знак зодиака поэтому мы тоже с вами начнем смотреть на происходящее вокруг более оптимистично с надеждой на светлое будущее как всегда знак стрелец когда солнце переходит знак стрелец обычно с этого периода идет подготовка к праздникам подготовка к рождеству к новому году и мы видим что улицы вокруг нас преображаются и от этого конечно поднимается настроение появляется праздничное настроение но также переход солнца в знак стрелец почувствует все знаки зодиака и это произойдет потому что мы с вами наконец-то оставим позади тяжелый период когда мы проходили так называемый путь в я комбуста сожженный путь и теперь мы с вами наконец-то вступаем на дорогу жизни и у всех появится ощущение что наконец-то можно вздохнуть полной грудью и что в конце туннеля все-таки появился свет конечно этот переход в первую очередь почувствует огненные знаки поскольку это ваша энергия почувствуют овны которые уже могли устать от того что венера красавица венера находится в козероге и для вас это было очень непростое время ну и конечно это почувствует и львы и сами стрельцы ну а еще поддержку от солнца стрельцы в виде прилива энергии получат и водолеи и весы а знаки близнецы девы и рыбы вам наоборот нужно будет обратиться в течение месяца особое внимание на свое здоровье особенно если у вас есть какие-то хронические или наследственные заболевания вот здесь они могут проявиться и при любых проблемах со здоровьем поспешите обратиться к врачу войдя в знак стрелец солнце соединиться с южным кармическим лунным узлом но как вы знаете это наша карма это наше прошлое и 23 ноября солнце будет проходить через южный узел а 25 ноября то же самое повторит и посланец богов меркурий поэтому будьте готовы что вот в эти дни нам с вами придется отдавать какие-то кармические долги смотрите вокруг смотрите что происходит вокруг вас конечно наблюдайте и выполняйте то что с нами было уже когда-то в прошлой жизни вот это может произойти еще раз или какие-то кармические события сейчас могут происходить и конечно же многие из нас на этой неделе могут пожинать плоды плоды своих каких-то прошлых поступков или своего поведения в прошлом каждый сейчас получит по заслугам поэтому обязательно следите за тем что будет происходить на этой неделе и и больше других это конечно же почувствует знаки стрелец до четверга до 25 ноября в пространстве будет сохраняться конфликт марса и урана это длительный конфликт и я о нем вам рассказывала уже на прошлых неделях ну на этой неделе я повторюсь только кратко по-прежнему не торопитесь не спешите никуда не на дороге не в быту не за рулем постарайтесь воздержаться от каких-то тяжелых или рискованных занятий спортом особенно все что связано с высотой со скоростью по-прежнему следите и за давлением и за сосудами и если у вас есть проблемы с сердцем следите за своим здоровьем и следуйте правилу семь раз отмерь и только потом один раз отрежь и прежде всего это по-прежнему касается скорпионов которые рождены с 30 октября по 11 ноября водолеев рожденных с 27 января по 8 февраля тельцов рожденных с 27 апреля по 10 мая и львов рожденных с 30 июля по 11 августа будьте очень внимательны и всех тех у кого в гороскопе есть какие-то напряженные аспекты между марсом и ураном проверьте еще раз свои гороскопы также всю эту неделю воинственный марс будет идти на трин с туманным нептуном но точный аспект они сделают только на следующей неделе но во вторник 23 ноября тригон к марсу и нептуну сделает луна и знака и вот этот день 23 ноября всем водным знаком это раки рожденные особенно с 8 по 22 июля и скорпионы рожденные с 8 по 21 ноября рыбы рожденные с 7 по 20 марта а также все те у кого в гороскопе есть аспекты между луной марсом и нептуном постарайтесь найти в этот день время для того чтобы отдохнуть время для релакса для любых процедур которые связаны с водой вы можете сходить в баню или сходить в бассейн отдохнуть в джакузи или просто в своей ванне можете сходить на массаж или просто постарайтесь вечером зажечь дома свечи послушать какую-то успокаивающую вас музыку помедитировать в общем отдохнуть и зарядиться энергией на ближайшие дни поскольку она вам пригодится и 25 ноября к солнцу присоединится посланец богов меркурий который тоже зайдет знак стрелец меркурий выйдет и знака скорпион наконец-то и оставит скорпионе теперь только воинственный марс для нас с вами это очень хорошая новость поскольку мы все почувствуем облегчение облегчение и моральное и физическое и дышать и двигаться станет легче но сохранится к сожалению вот этот сумасшедший дом который происходит сейчас в информационном пространстве который мы слышим с экранов телевизоров с экранов компьютера и посланец богов меркурий он стрельце будет слабым поэтому он любит болтать болтать безумолку придумывать разносить разные сплетни любит рассказывать нам с вами фейки какие-то непроверенные факты и любит всячески раздувать события приукрашивать эти события лишь для того чтобы доказать или свою правоту или свою компетентность или показать свою информированность вдобавок ко всему сейчас и лили тоже находится близнецах она как вы знаете тоже любительница нагонять страх любительница желтоцветных новостей и конечно же она любит сплетни и всего этого есть одна мораль на этой неделе старайтесь не смотреть все-таки сейчас телевизор не читайте на ночь новостей и не верьте слухам проверяйте все сами меркурий здесь пробудет до 13 декабря и вот весь этот период он будет раздувать из мухи слона но до своего перехода в знак стрелец на этой неделе наш посланец богов меркурий успеет сделать еще два аспекта и начиная с 21 ноября посланец богов меркурий начнет конфликт с нашим благодетелем юпитером и чувствовать мы это с вами можем таким фоном до середины этой недели поэтому лучше не вступать и не начинать никаких споров никаких конфликтов поскольку юпитер эта планета которая все расширяет и юпитер раздует эти конфликты до глобальных размеров и вот такой самый и значительный спор он может обернуться большими проблемами и даже возможно кого-то из вас привести в суд не критикуйте сейчас людей старайтесь не поучать людей не лезьте к ним со своими советами ну и сами тоже не обращайте внимание на критику со стороны других и на те норово учения со стороны других людей но если все-таки вы не сможете удержаться на этой неделе и позволите себя втянуть в конфликт то старайтесь хотя бы грамотно изложить свое мнение свои мысли контролируйте себя контролируйте свои слова чтобы не обидеть других не извите не злозловьте это сейчас не пойдет никому на пользу и не решит проблемы только наоборот усугубит их ну а теперь вы можете проверить свои гороскопы и обратите внимание на все вышесказанное особенно если у вас меркурий в гороскопе вашего рождения находится начиная с 23 градуса по 27 градус знака скорпион водолей телец или лев и в этот же самый день посланец богов меркурий построит еще один но уже хороший аспект с повелителем подземного царства и владыкой несметных богатств плутона и это хорошее время для того чтобы заняться какими-то тяжелыми делами тяжелой работой решить какие-то важные задачи конечно поработать придется хорошо поработать чтобы вы могли справиться с этими делами но меркурий он будет помогать вам поможет вам договориться или провести какие-то переговоры но сделает он это только при одном условии что все свои слова все свои доводы вы сможете убедительно аргументировать вот помните именно об этом и еще меркурий в это время может открыть и пролить свет на многие тайны которые были скрыты от нас это могут быть и ваши тайны и чужие и возможно что на этой неделе мы с вами услышим какие-то сенсационные новости какие-то открытия или расследования и признания и особенно это касается всех тех у кого меркурий находится с 23 градуса по 27 градус знака скорпион козерог рыбы или девы еще раз проверьте ваши гороскопы еще я хочу обратить внимание всех знаков на этой неделе будьте очень внимательны сейчас много многие будут давать неизбыточные обещания в том числе и вы и преувеличивать свои возможности вот старайтесь на этой неделе все-таки придерживаться реальности и старайтесь трезво оценивать свои возможности на этой неделе воинственный марс также всю неделю будет формировать секстиль красавицы венеры и вот из-за того что наша венера 17 ноября сначала нас замедлила свой ход перед тем как развернуться свое ретроградное движение вот этот гармоничный аспект он продержится до середины декабря и сейчас он будет на максимуме марс это планета мужчин но венера планета женщин и гармония между мужчинами и женщинами принесет много приятных событий на этой неделе и конечно же эти события будут происходить также и в отношениях и в любовной сфере марс в скорпионе он будет выбрасывать все скелеты из ваших шкафов будьте к этому готовы те скелеты которые вы возможно прятали от кого-то от ваших близких от супругов и лишь вы просто прятали их от самих себя ну а красавица венера она находится сейчас в очень жестком таком козероге она будет с холодным трезвомыслием оценивать все это все эти скелеты и будет тщательно взвешивать чувства и контролировать эмоции в этот период конечно же могут быть новые знакомства могут начинаться новые отношения и вот здесь могут начинаться отношения у которых есть все шансы быть и прочными и долгими потому что венера в козероге она стремится только к серьезным отношениям и вообще к серьезному взгляду на вещи и на людей на отношения и мы с вами тоже будем контролировать как венера свои чувства контролировать свои инстинкт инстинкты и тоже будем выбирать только самое прочное самое практичное и надежное для нас это будет касаться и партнеров для жизни и партнеров для бизнеса и вот если сейчас у вас старых отношениях уже назрела необходимость просто поставить точку необходимость расставания то сейчас это можно будет сделать и сделать это цивилизованно без каких-то лишних эмоций и страстей но также мы с вами будем подходить к решению финансовых вопросов совместных капиталов или инвестиций тоже хладнокровно и будем делать все чтобы это было практично и выгодно для нас правда не все будет так хорошо здесь будет присутствовать все-таки одна ложка дегтя это кармический шлейф в ближайшего периода поскольку вы знаете кармический шлейф он сохраняется и в коридоре затмений это кармическое время но также наша красавица венера сейчас приближается к опасному плутону и приблизится она к нему почти вплотную 3 декабря но уже начиная с конца этой недели примерно с 28 ноября мы с вами начнем чувствовать эти энергии и никто в это время уже не будет застрахован от каких-то кармических встреч и кармических отношений и кармических браков браки союзы отношения которые будут заключенные вот в это время они могут на самом деле быть и очень долгими и очень хорошими надежными но они ни в коем случае не будут простыми они будут нести в себе какие-то кармические важные уроки которые придется проходить обоим супругам поэтому я советую вам лучше до 3 марта не вступать в брак если конечно вы не хотите вот получить этот кармический брак который будет тяжелым и счастливчики кто почувствует это сильнее других на себе окажутся рыбы рожденные с 1 по 10 марта и девы рожденные со 2 по 11 сентября и все те у кого в гороскопе есть гармоничные аспекты между венерой и марсом проверьте еще раз свои гороскопы все таки пик активности на этой неделе придется на конец недели на двадцать восьмое двадцать девятого ноября вот в эти дни могут происходить события в той же сфере вашей жизни или такие же события или в тех делах которыми вы уже могли заниматься в первую декаду марта две тысячи двадцать первого года или же в июне этого года вспоминайте что у вас происходило и 29 ноября солнце и посланец богов меркурий точным соединением соединяться в восьмом градусе знака стрелец и это будет верхнее соединение меркурия вот в это время многие будут получать свои заслуженные результаты то что вы заработали то что вы возможно начинали делать на нижнем соединении которое произошло 9 октября но можно даже сказать здесь могут быть результаты тех дел которые вы делали или просто начинали полтора года назад и и чувствовать это мы с вами можем всю эту неделю поэтому эта неделя принесет много общения много звонков разговоров переговоров поездок и по работе и по учебе и по другим делам и обращайте на все внимание поскольку солнце будет высвечивать своими лучами и показывать те темы которые для вас сейчас важны возможно темы которые волновали вас раньше или которые вы уже когда-то обсуждали вот солнце покажет вам что для вас сейчас важно и на этой неделе вновь в вашей жизни могут появляться и старые знакомые и старые контакты и что-то из вашего прошлого сейчас может подойти к своему завершению все вопросы которые связаны с прошлым они будут важны всю эту неделю помните об этом у каждого на этой неделе это будет что-то свое какая-то своя тема свое дело своя проблема которые вам нужно будет решить и поставить на этой проблеме точку навсегда и больше всего это будут чувствовать на себе стрельцы близнецы девы рыбы и львы но все-таки все знаки тоже будут чувствовать в какой-то мере это и завершит последнюю неделю ноября статичность повелителя морей и океанов нептун нептун планета тумана планета которая одевает на нас с вами розовые очки остановится в двадцать первом градусе знака рыбы для того чтобы развернуться и своего ретроградного движения в прямое движение и сейчас он будет статичным он будет стоять на месте какое-то время и он очень сильно будет влиять на нашу землю и конечно на нас с вами и во первых уже поближе к двадцать восьмому ноября могут ухудшаться погодные условия как вы знаете нептун повелитель морей и океанов он может испортить нашу погоду это где-то могут быть снегопады где-то могут быть метели аномальная погода или наоборот проливные дожди и и конечно усилится влияние нептун напустит на вас с вами свой туман и трудно будет понять и отличить где правда а где ложь и конечно же это время мошенников всех мастей они снова будут очень очень активны поэтому будьте внимательны так как в такой период люди будут затуманены и они будут смотреть на все сквозь розовые очки помимо этого в это же время возрастет риск инфекционных заболеваний вот здесь может быть всплеск опять же модного вируса и всплеск отравлений старайтесь не злоупотреблять ни в коем случае алкоголем и конечно же проверяйте сроки годности продуктов и лекарств и в это же время ближе к концу недели воинственный марс и красавица венера достроят аспекты к этому же туманному нептуну поэтому очень внимательно отнеситесь к знакомствам этого периода сейчас вы можете быть пребывать в таком романтическом отношении в розовых очках можете идеализировать своего нового знакомого и конечно же не нужно пытаться сейчас добиться чего-то силы или идти на пролом это не получится сейчас лучше сделать шаг назад и посмотреть на эту ситуацию со стороны пока все прояснится чтобы вы поняли как вам нужно поступить и интриги и обманы не увлекайтесь этим они тоже вас ни к чему хорошему не приведут старайтесь сами тоже быть честными но это очень хорошее время будет для творческих людей если вы творческие люди то конечно творите на благо ну а теперь можете еще раз посмотреть в свои гороскопы и если у вас марс находится начиная с 19 по 23 градус знака скорпион рыбы или рак или же венера у вас находится начиная с 19 по 23 градус знака козероги рыбы телец или скорпион то вот все эти предупреждения о нептуне они будут для вас очень очень актуальны прислушайтесь к ним и много событий нептун может принести рожденным рыбам которые рождены с 10 по 12 марта девам рожденным с 12 по 14 сентября близнецам рожденным с 10 по 12 июня стрельцам рожденным с 11 по 13 декабря и ракам рожденным с 12 по 14 июля и скорпионам которые рождены с 12 по 14 ноября ну и всем тем у кого есть личные планеты начиная с 20 по 22 градус вот этих знаков еще раз проверьте ваши гороскопы ну вот наверное это все основные события и аспекты планет которые будут происходить на этой неделе ну а теперь давайте как всегда пройдемся по всем дням этой недели 22 ноября понедельник и наша луна гостит в гостях сегодня уронимых и сентиментальных раков не ждите большой активности на работе сегодня от луны сегодня луна занята домашними делами суетиться она по дому луна хозяюшка и все мысли ее заняты тем как всех накормить напоить обогреть да спать уложить не задевайте сегодня мужчины своих дам ранимые они сегодня обидчивые похвалите их и будьте с ними поласковые и тогда в вашем доме будет сегодня покой и уют следуйте сегодня за луной и занимайтесь сегодня семейными делами продолжайте свой неспешный путь по коридору затмений и не забывайте что до 4 декабря можно творить только те серьезные события которые вы очень хорошо продумали и готовы нести ответственность за свое творение сатурн строгий кармический учитель сегодня по-прежнему в гармонии с небесным ключом хирона поэтому укрепляйте свои отношения вносите в них и гармонию и согласие и мир партнертесь до соглашения разные подписывайте ищите для себя союзников но в брак сейчас не вступайте не спешите подождите пока красавица венера закончит свой ретроградный путь посмотрите сегодня в глаза своему ненаглядному и вспомните дни былые вспомните о том как сильно когда-то вы любили друг друга как гуляли вместе под полной луной и ваша ладонь лежала в его ладони расставьте сегодня по квартире фотографии тех счастливых дней тех запечатленных моментов когда вы были любимы и были счастливы от того что он есть у вас а у него есть вы и не ищите вы в этом дне поводов для ссор и цените то что имеете то что у вас уже есть налаживайте сегодня отношения ищите мира не ищите войны в этом дне и если вы ранее уже поругались с человеком а сейчас понимаете что люб он вам и дорог то сегодня вы можете уйти с этой тропы войны от любви до ненависти всего один лишь шаг и такой шаг в обратную сторону а вы шагаете в сторону любви и пока луна гостит у заботливых раков опирайтесь в принятии решений только на свою интуицию интуиция сегодня вас и к добру приведет если конечно вы на добро сами настроены будете ну а вечером поздним глупая луна войдет в конфликт с партнерским хероном и тогда будет способна луна самого лучшего вашего друга превратить в вашего открытого врага а вы луну не слушайте будьте сами умнее уступите в споре не давите на больное ну а ровно в полночь когда красавица Венера вступит в точный секстиль с воинственным Марсом пошлите письмо любовное желанному вашему и красавица Венера перед периодом будущей ретроградности налилась своей силой мощной сильной энергии и многие когда-то сердцу вашему милые из вашего далекого и не очень далекого прошлого с которыми связывали вас когда-то пылкие чувства будут вновь объявляться в вашей жизни до самого расцвета весны чтобы напомнить вам о днях былых ложитесь спать сегодня мечтая о любви тогда и сон придет хороший но если думать будете вы о плохом этим вечером то познаете энергию девятнадцатого лунного дня которое притянет к вам самые негативные события и страхи порожденные вашей мыслью а вы ищите света не ищите тьмы 23 ноября вторник наша луна по-прежнему гостит у хозяйственных раков и хозяйничает луна вместе с раками наводит чистоту да уют вокруг себя создает вот только дамы этим утром не в духе будут не в настроении имейте это в виду дорогие мужчины если у вас на кухне есть две хозяйки полетят сегодня клочки по закоулочкам и вы в их ссоры лучше не влезайте налейте себе кофе или чай в ваш большой термос и отправляйтесь на работу пораньше ну а чай с бутербродом и на ходу можете перекусить вам же спокойней будет да берегитесь сегодня особенно если ваш начальник дама или же клиент с утра женского пола к вам попадется не перечьте им не ссоритесь уйдите от греха подальше и помните вам главное сегодня до обеда продержаться ну а если вы к сожалению не работаете и весь день дома без дела слоняетесь не уйти вам сегодня от дамского гнева приготовьтесь с утра раннего заняться полезной домашней работой а уж луна сегодня с вашими дамами для вас эту работу найдет этим утром наша луна заведет дружбу с непредсказуемым ураном и проснетесь вы под энергией их дружбы чудной да непредсказуемой улыбнитесь с утра этому миру чудесному и почувствуйте наступление времени приятных перемен которые ждут не дождутся вас вот за тем поворотом и за вами останется только распланировать свое будущее да настроить для себя воздушных замков повыше да попышнее побогаче которые способны будут проявиться в реальности да не забудьте собираясь с утра на работу будьте сегодня уранической энергии подстать наденьте на себя что-нибудь новое да добавьте цвета в свой образ не будьте серым пятном в пространстве сегодня не любят сегодня луна с ураном серых да невзрачных а любят они сегодня чудаков разноцветных будьте таким чудаком сегодня наша луна успеет перессориться с красавицей венерой поэтому не доверяйте дамам сегодня держитесь от них подальше дамы они такие любят они друг друга и дружат очень сильно но лишь до того времени пока какой-нибудь мужчина дорогу им не перейдет и как только это случится ваша добрая подружка все ваши тайны этому мужчине и передаст на работе тоже сегодня женщин обходите стороной чурых ищите сегодня мужчину строгий сатурн все еще держит секстиль вместе с партнерским хероном поэтому без партнера сейчас вы как без рук и если вы нуждаетесь в поддержке обратите внимание сегодня на сильный пол луна ближе к полднику тригоном благим поклонится воинственному марсу планете мужчин и тогда любой мужчина к вам на помощь придет правда когда луна под марсом находится она дамой самостоятельной становится активной и желает луна все делать сама действовать быстро да с огоньком ну и вы тоже с огоньком творите сегодня дела свои повторяя про себя что вы сильная храбрая смелая да на всю голову умелая будьте такой зажигалкой этого дня ну а поздним вечером луна тригоном найдет туманный нептун и тогда разольется в пространстве свет божественной благодати свет понимания свет всепрощения и будут вам тоже явлены этим вечером символы да знаки божественные на которые нужно обратить свое внимание спите сладко этой ночью и смотрите вещи и сны с подсказками 24 ноября среда наша луна по-прежнему гостит у хозяйственных раков очень сладко будет спаться этим утром до сны приятные не проспите этим утром работу голова этим утром может быть тяжелой примите душ с утра пораньше и прогрейтесь в душе получше прислушивайтесь сегодня к своей интуиции да на знаки вокруг обращайте внимание много важных ответов можно сегодня для себя найти в пространстве утро будет невеселым этим утром многие встанут не с той ноги и испортят это доброе утро и предстоящий день испортят наша луна с утра уже вовсю конфликтует с повелителем подземного царства опасным плутоном который на всех тревогу и страх нагоняет но луна сегодня с утра тоже проснется подозрительной и везде она будет подвох и предательство видеть даром следователя обладающий поэтому если есть у вас какие тайны секлеты скелеты в шкафу от чужих глаз надежно спрятанные то сегодня будьте готовы луна их искать будет и на свет божий извлечь пожелает бдите уберите сегодня все улики спрячьте их которые могут вас перед партнером или перед супругой вашей скомпрометировать и лик ваш светлый очернить в ее глазах иначе сегодня ревность и гадость будет дано вам познать и под опасными эмоциями страстными можно и в ситуацию болезненную попасть и травму получить оберегайте сегодня себя от негатива и от опасностей весь день среды будет пронизан кармическими обстоятельствами солнце златоликое сегодня соединилась с южным кармическим лунным узлом поэтому внимательно смотрите по сторонам отслеживайте все события этого дня все события этого дня очень ярко проявить себя последствиями могут в день когда луна затмит солнце и произойдет это 4 декабря старайтесь сегодня не наплести на свою голову новых узлов кармы тяжелой чтобы не легла на ваши плечи эта карма ношей тяжелой да непосильной и помните народную мудрость тот кто роет яму другому сам в нее и попадет и пока строгий учитель кармы Сатурн партнерится с небесным ключом Хероном вы тоже ищите во всем справедливость опираясь на свою дипломатичность да не забывайте что вы люди светские обладающие хорошими манерами и хорошим воспитанием все важные разговоры этого дня до встречи назначайте с полдничного времени и до позднего вечера в это время луна будет держать тригоном посланца богов Меркурия и ваша беседа светская пройдет легко и непринужденно и о многим вы договориться сможете не закрывайтесь в это время от общения ищите сами встреч или дайте пищу вашему уму почитайте что-нибудь интересное уму вашему понятное да занятное а в последние часы перед полночью луна бледноликая найдет тригоном солнце ясное и ясным станет пространство вокруг и вашей жизни тоже прояснится ситуация которая до этого в тени скрыта была душа примириться с духом а сердце с эмоциями и радостно и спокойно станет на душе вот с этой радостью вы будете способны поделиться с другими и сон тоже придет к вам сладкий и радостный этой ночью и сон а ну и сон и сон и сон Не царское это дело работать, да домом заниматься Не по статусу, сегодня это ей А по статусу Луни сегодня отдыхать, да развлекаться И душа будет просить и праздника, и зрелищ Не планируйте на этот день важных дел Да к начальству с просьбами не приставайте Хмурится пространство Да что-то недоброе затевает для нас с вами Уже с раннего утра наша глупая Луна Она делает нам с вами проблем И ловушки расставит в этом пространстве С утра она начнет перечить и не подчиняться Строгому учителю Сатурну А затем Луна тригоном пойдет на партнерский Херон И вот этим своим шагом включит Луна Сикстиль между Сатурном и Хероном И если вы не желаете познать сегодня негативную, депрессивную сторону Сатурна Который вам и ограничения, и тоску, и печаль, и потерю, и расставание послать может То должны вы сегодня выбрать для себя тактику партнерского Херона Идите сегодня за Хероном Будьте вежливыми, компромиссными, пребывайте в гармонии Вдыхая и выдыхая в тот момент, когда гармония пожелает вас покинуть Притягивайте сегодня гармонию за уши в свою жизнь Сегодня очень важно выйти на улицу с прекрасным лицом, в эстетичной одежде Чтобы угодить партнерскому Херону Ну а тогда и Херон тоже угодит вам И сможете вы тогда сегодня и важное соглашение подписать, и сделку провести И партнерам тоже обзавестись И в любой непонятной ситуации сегодня улыбайтесь загадочной улыбкой Монны Лизы И тогда поможет вам она Посланец богов Меркурий сегодня соединился с кармическим южным узлом Поэтому тщательно следите за тем, что вы пишете и что вы говорите И какие слова срываются с вашего языка в пространство Много слов кармических сегодня можно послать в это пространство Берегитесь, прикусите свой язык Если не хотите наказаний кармических на свою голову неразумную обрести Не вздумайте сегодня сплетничать или клеветать на кого-то Живите своей жизнью Не ломайте жизнь других людей и не трогайте своим языком их души Занимайтесь собой Особенно после полудня Когда наша Луна начнет конфликт с непредсказуемым, шокирующим, свободолюбивым ураном И тогда проявят форс-мажорные ситуации себя в пространстве И пробудет Луна дух свободы в пространстве И пошлет она этот дух свободы в мир Заставляя людей изменить свои серые будни И позовет Луна несогласных на улице Помните, что данная энергия большой кризис способна породить Поэтому бдите, уворачивайтесь от кризисов Луной и ураном вам посланными Ну а если приключится беда неожиданная в этот день То просто пробубните себе под нос Неприятность эту мы переживем Ну а вечером темным красавица наша Венера Опять с секстилем благим Найдет воинственный Марс И пробудет она желание быть в любви у всех И вы тоже будьте как Венера Венера нашла своего Марса И вы ищите свой Марс Откройтесь для чувств И будет дано вам этим вечером познать их 26 ноября, пятница Наша Луна по-прежнему гостит у королевских особ, у львов И Луна во льве эгоистка большая Любит она привлекать к себе внимание И для этого Луна готова любую роль сегодня сыграть Для Луны сегодня важны только ее интересы, ее страдания И весь день Луна готова посвятить только себе любимой И вы тоже сегодня смотрите по сторонам И примечайте, кто какую роль сегодня будет играть И кто какую маску на себя надел Смотрите, да, про свои интересы сегодня не забывайте Да за детьми сегодня присматривайте Утро это будет недобрым и острым на все углы Луна наша вовсю воюет с воинственным и агрессивным Марсом с утра А под этой энергией Луна скандалистка отменная Да хамка дерзкая, непримиримая И вы сегодня тоже можете стать подобными Луне И в ситуацию накаленную попасть можете Повредив себе что-нибудь, да травму получив Не делайте сегодня резких движений Не терпите боль, не ищите войны Не ходите за Луной Образ дикой амазонки вам сегодня не к лицу Будьте сама дипломатичность, сама эстетика, красота Пока строгий Сатурн в гармонии с Хероном пребывает Ну а после обеда можете выходить на сделки, на переговоры разные Только не забудьте партнерам вашим комплиментов Приятных наговорить в начале Не забудьте им сказать, что они выглядят прекрасно Даже восхитительно Ярко и их издалека видно Увидишь, век не забудешь Луна сегодня гостит во льве И любит она лезть И с гордостью примерит она на себя все слова ваши похвальные Даже если это неправда Только обещайте в этот день то, что вы действительно исполнить можете После полдня Луна найдет конфликт с благодетелем щедрым Юпитером И захочется Луной стать более важной, более авторитетной Да элитной в глазах других людей И пустить пыль в глаза и наобещать им с три короба Берегитесь сегодня обещаний ваших Лопнет ваш мыльный пузырь и ваше эго раздутое Когда обещание нужно будет выполнить в срок И коль обещанное вами не будет исполнено в срок То лопнет и ваш мнимый авторитет Не забывайте сегодня об этом И тогда потеряете вы и уважение, и имя доброе И прослывете вы неблагородным человеком Следите сегодня за своим кошельком, да за деньгами Покупайте сегодня только то, что по карману вам Не живите в долг Все равно никого вы вокруг не удивите Ни машиной вашей дорогой, ни вашим телефоном новым Да не платьем дорогим Ну а с шести часов вечера наша Луна потеряет курс И до четырех часов самого раннего утра Луна будет блудить в пространстве А вы не теряйтесь за Луной, не ходите Без пути не блудите И в этот период не обсуждайте вы ни с кем Новых идей и новых проектов Пропадут все ваши идеи и все ваши планы Так в жизнь и не воплотившись Не тратьте свое время напрасно Живите с умом И идите за светом звезд И светил, проявленных в небе 27 ноября, суббота Луна в эту субботу будет рассудительной Будет гостить она у рассудительных и практичных дев И несмотря на выходные дни Луна с девами уже все просчитала да продумала И график для всех своих домашних вывесила Все до мелочей у нее просчитано Все под контролем И обязанности расписаны для всех на все выходные Кому генеральной уборкой заниматься Кому за продуктами отправляться А кому обед на всю семью готовить Ничто и никто сегодня не ускользнет От практичного взгляда Луны Да от ее планов С утра Луна намудрит Для вас и для нас с вами Аспектов разных да напряженных Сначала бросит Луна квадраты конфликтные Напряжения и опасностей Полные к кармическим лунным узлам Показывая нам с вами Что все дела запланированные на это утро Через преодоление до проблемы вершиться будут И будут тяжело нам с вами даваться Ну а к полудню наша Луна Перессорится еще и с посланцем богов Меркурия И не будет тогда у Меркурия Для нас с вами благих вестей да хороших слов И ум ваш станет неконтролируемым И под эмоциями можно будет Много интересного да обидного Наговорить стыдного Помалкивайте лучше сегодня Слово не воробей Вылетит не поймаешь А ответ держать за слова свои неразумные Придется каждому Не успеет Луна в этот день И о солнце ясное квадратом удариться И захочется Луне ярко показать свои эмоции Сыграть свою роль драматическую Роль страданий полную И покажет сегодня Луна всем Посмотрите, как сильно я страдаю Поэтому лучше ничего настоящего, достойного Не планировать на первую половину дня И до полудня Ничего из этого путного не выйдет Ни помощница вам будет в это время Луна Да не забывайте сегодня смотреть по сторонам В оба глаза, если вы одиноки Красавицы Венеры опять с Марсом перемигиваются Подмигивают друг к другу Ну а строгий Сатурн дружит с партнерским Хероном И благие аспекты сегодня на небе Для создания пары И для знакомств Да, для свиданий и встреч милых Напишите сегодня другу милому Душу вашу томящему И признайтесь ему в любви И добавьте в письмо любовное Побольше страсти, побольше огня Признавайтесь сегодня в любви смело Проявляйте свои чувства, не прячьте их Станьте сами инициатором этого процесса Не ждите Не ждите сегодня у моря погоды Делайте свою погоду сами Разгоняйте тучи над вами Пришла пора взять инициативу в свои руки И отвоевывайте сегодня то, что принадлежит вам по праву 28 ноября, воскресенье Наша луна по-прежнему С девами дела планирует Да, дебет с кредитом сводит Но утро, воскресенье будет хорошим Благим утром Что-то доброе заложено Нежное в пространство этого дня Правда, луна наша загостилась У практичных дев И все чувства луна сегодня Вместе с девами через разум пропускает И вы тоже будьте подобными ей Но не придирайтесь к словам К мелочам Не будьте зануды Не портите этот приятный день Самую большую активность этого дня Запланируйте на послеобеденное время Когда луна тригоном поклонится красавице Венере И подмигнет воинственному Марсу Поспешите, не теряйтесь сегодня Зарегистрироваться на сайте знакомств После обеденного времени Чтобы разбудить в себе настоящую женщину Если вы одиноки, конечно, и желаете лишиться этого одиночества Устройте сегодня другу, вашему милому Судьбой вам, посланному в вашем доме Романтическое свидание При свечах и в атмосфере любви Разожгите этим вечером и вокруг себя Огонь этой любви Этот огонь страстей Может сегодня перейти в устойчивую Да долгую связь Пока Сатурн с Хероном Партнерские мосты выстраивает И вам дорогу показывает Посланец богов Меркурий Сегодня слился с солнцем златоликим Слился в одно целое И пришла пора творить И вы тоже Занимайтесь творчеством ярким воскресенья Этой энергии воодушевленной Ловите свою музу, ищите ее Пишите книгу, картину, поэму, музыку Пока ум и мысль проявляются творчеством Говорите сегодня ярко Рассказывайте о себе Только самые чудесные вещи Чтобы вы сами испытали за себя гордость И за то, что вы такой яркий И всеми любимый человек И будьте этим любимым Будьте этим ярким человеком Светите окружающим вас И несите свет и радость Но если вам не до любви сегодня То займитесь уборкой генеральной Наведите чистоту и порядок в вашем доме Луна в деве любит Натирать каждый угол до блеска Вот вы этим и занимаетесь Ну а заодно не забудьте Разберите коробку с новогодними блестящими шарами И поставьте елку Украсив ее и шарами, и колокольчиками, и бубенчиками Да сладкими сосульками Подарите себе предновогоднее настроение уже сейчас Подарите его сами И с другими не забудьте поделиться И пребывайте в ожидании праздника Ждите это чудо, верьте в чудо В чудо нового дня и в чудо нового года Никогда не теряйте эту веру Ну вот такая неделя ожидает нас с вами Берегите себя Не забывайте о том, что мы с вами проживаем в коридоре затмений Берегите своих близких Следите за своим здоровьем И не рискуйте понапрасну Удачи вам всем И до встречи на моем канале Субтитры сделал DimaTorzok